Закон налоги права На сегодняшний день в сети интернет можно купить почти все И сегодня все больше покупок совершается по средствам интернета Это быстро, удобно и часто дешевле, чем в традиционном магазине Вопрос лишь в том, насколько это безопасно То есть какие гарантии, что покупатель не будет обманут, покупая по сути кота в мешке Сегодня в нашей передаче мы рассмотрим вопросы защиты прав потребителей При совершении покупки через сеть интернет Напомню, что все правовые материалы предоставлены нам компанией Аркада Грант Что такое интернет-торговля? Сегодня каждый знает, что интернет-магазином является сайт, Где происходит прямая продажа товаров потребителю, юридическому или физическому лицу, включая доставку При этом размещение потребительской информации, заказ товара и зачастую оплата Осуществляется там же, в сети, на сайте интернет-магазина По сути своей, интернет-магазин мало чем отличается от традиционного магазина Вместо торгового зала у такого магазина есть сайт, на котором размещен каталог товаров, прайс-листы, контакты продавца Все товары находятся на складе, с которого покупатель либо сам их забирает, либо заказывает доставку, почтой или курьером Договор купли-продажи оформляется путем оформления заказа и выставления счета, который может быть оплачен по-разному Наложенным платежом, наличными на складе продавца, либо курьеру при помощи расчетной карточки покупателя или электронных денег Исходя из этого, можно сделать однозначный вывод, что торговля через интернет вполне можно отнести к продажам товаров на заказ, которые имеют некоторые особенности, закрепленные в правилах продажи товаров на заказ и вне торговых офисных помещений, утверденных приказом Минэкономики номер 103 от 19 апреля 2007 года Если руководствоваться этим документом, интернет-торговля имеет все характерные черты продажи товаров на заказ, поскольку в данном случае потребитель заключает договор купли-продажи товаров с продавцом на расстоянии При помощи средств дистанционной связи или осуществляет их предварительный заказ непосредственно у продавца Роль договора здесь играет заказ, бланк которого, конечно, должен содержать информацию о продавце, о товаре, его количестве, цене и характеристиках Поскольку покупателем в интернет-магазине чаще всего является физическое лицо, практически все отношения в этой сфере подпадают под действие норм Гражданского кодекса и закона о защите прав потребителей Так как согласно потребительского закона, перед заключением договоров на расстоянии продавец должен предоставить потребителю информацию о себе как о продавце, своем местонахождении и порядке приема претензий Основных характеристиках продукции, цене, включая уплату за доставку И условиях оплаты, гарантийных обязательствах и послегарантийных услугах, порядке расторжения договора, то есть отмены заказа Стоит отметить, что в отношении товаров, приобретенных через всемирную паутину, гарантийный срок никто не отменял И правила полного гарантийного обслуживания распространяются в полной мере и на товар, приобретенный через сеть интернет Стоит обратить внимание, что в соответствии с Гражданским кодексом и Законом о защите прав потребителей Если на продукцию не установлены гарантийные сроки или срок годности, то по общему правилу применяется срок гарантийного обслуживания в 2 года Кроме того, не стоит забывать, что при выполнении гарантийного ремонта гарантийный срок увеличивается На время пребывания продукция в ремонте и при обмене исчисляется заново со дня обмена Внаружи в течение установленного гарантийного срока недостатки потребитель имеет право требовать Пропорционального уменьшения цены, бесплатного устранения недостатков товара в разумный срок Возмещение расходов на устранение недостаток товара, возврата денежных средств О возрасте недоброкачественного товара более подробно мы говорили в нашей прошлой передаче К договору купли-продажи в сфере интернет-торговли также применяются положения, предусмотренные статьей 12 Закона Украины о защите прав потребителей В случае расторжения такого договора обязанность покупателя-потребителя по сохранению продукции прекращается по окончании 60 дней после его получения Если продавец-исполнитель не принимает меры для возврата продукции в течение указанного периода Такая продукция переходит в собственность покупателя-потребителя При расторжении договора в порядке, установленном статьей 13 названного закона и правилами номер 103, можно вернуть товар продавцу Но этой же статьей закона предусмотрены случаи, когда расторгнуть договор и вернуть товар невозможно Потребитель не имеет права расторгнуть заключенный на расстоянии договор, если он, например, касается изготовления или переработки товара по заказу потребителя То есть, если товар не может быть продан другим лицам или может быть продан лишь существенными финансовыми потерями для продавца Также нельзя расторгнуть договор и отказаться от товара, если договор касается доставки периодических изданий, лотерей или других азартных игр В итоге необходимо отметить, что договор купли-продажи через интернет является под видом традиционного договора купли-продажи И на него полностью, без исключения, распространяются нормы законодательства о защите прав потребителей Вопрос лишь в том, что зачастую на накладных счетах не указываются полные реквизиты интернет-магазина Что приводит к невозможности полноценной защиты прав потребителей Именно данное обстоятельство и является основным сдерживающим фактором для многих покупателей Обязательно сохраните чек Зачастую, приобретая вещи дистанционно, потребитель не задумывается о том, как связаться с магазином, если покупка не удовлетворяет требований Между тем, интернет-магазин, как и в любой другой, должен иметь юридический адрес На сайте магазина должен быть указан и телефонный номер, причем не только мобильный, но и стационарный В случае, если же товар нам не подошел, а обменять его не удалось, постарайтесь приложить все усилия, чтобы получить письменный отказ от представителей интернет-магазина После расторжения договора недобросовестный продавец не спешит вернуть уплаченные за продукцию средства Потребители выплачиваются неустойко в размере 1% стоимости продукции за каждый день задержки возврата денег, согласно закону о защите прав потребителей Стоимость товара и неустойку можно взыскать через суд Также на недобросовестного продавца может быть наложен административный штраф на основании жалобы местный орган защиты прав потребителей Доказательствами правонарушения будут письмо с отказом и чек Ситуации бывают разные и сотрудники компании Аркада Гранд помогут вам в любой ситуации отстоять свои законные права и интересы На этом на сегодня все Предыдущие выпуски программы смотрите на сайте www.arkada.net.ua Если у вас возникли вопросы, сотрудники компании Аркада Гранд проконсультируют вас по телефону 7373-208 Или приходите по адресу улица лейтенанта Шмидта 8, офис 4 Материалы для программы закон налоги права, как всегда, подготовили специалисты компании Аркада Гранд Также специалисты компании предоставляют весь спектр бухгалтерских услуг От консультации до полного ведения бухгалтерского обслушивания, как предприятий, так и предпринимателей Также компания предоставляет полный спектр юридических и бухгалтерских услуг От консультации до полного ведения и сопровождения С вами была Ирина Фарника. До новых встреч!